Добрый день, с вами канал OpenFrameTV и сегодня я расскажу, как собрать недорогой датчик движения своими руками. Для этого нам потребуется датчик движения от Артуина. Выглядит он таким образом. Главная его особенность, что подключить его можно без Артуина. Состоит он из линзы, которая сверху видим, и чувствительного датчика. Питается 12 вольтами и имеет на корпусе регулятор времени срабатывания от 5 секунд до 300, чувствительность от 3 метров до 7. Также переключатель режимов. Вот видим коннектор такой и переключает режимы. В первом режиме при каждом движении счетчик сбрасывается на 0. Допустим, стоит 5 секунд тут. Мы подвигались раз, пошел отчет 5 секунд. На четвертой секунде мы еще раз сдвинулись, и счетчик обнулился. Если же стоит в другом положении, мы сдвинулись раз, счетчик пошел отсчитывать 5 секунд. Если мы сдвинулись еще раз, это ни на что не влияет. Идет дальше отсчет, и выключается датчик. Также видим подключение выхода. Это плюс, посредине выход, и слева минус. Вот, теперь приступим к схеме. Схема довольно-таки простая, и состоит всего из двух частей. Первый – это датчик движения, умощненный транзистором. На выходе получаем 12 вольт. Сюда можно подключить либо светодиодную ленту, либо же релюшку для умощнения выходного сигнала. Так, вторая часть – это у нас фотореле. Собрана на микросхеме NE555. В качестве датчика служит фоторезистор. Можно также поставить фотодиод. Схема очень проста, легка в повторении. Почему выбрал именно такую схему? Так как другие схемы я пробовал, и в переходной процесс между днем и ночью, когда примерно одинаковое соотношение темноты и света, релюшка начинает дребезжать. И это очень некорректная работа схемы получается. С помощью резистора R1 переменного 100 килоумного регулируется чувствительность. Вот, вроде бы по схеме все. Теперь перейдем к сборке. Для сборки нам потребуется сам датчик движения артуиновский, фоторезистор, на котором мы соберем датчик освещенности, чтобы днем не включалась подсветка. Пара транзисторов, резисторов. Потребуется также релюшка, подстроечный резистор для настройки чувствительности, корпус, в который мы все это поставим и прикрепим к двери. Корпус взял от блочка питания. Вот, и непосредственно сама светодиодная лента. Ее нужно взять сколько вам нужно будет. Я взял 1,5 метра, этого вполне достаточно. В коробку все собрал старинным способом. Получилось так довольно-таки неплохо снаружи. Внутри, конечно, все навесным монтажом. Хотел делать печатную плату, но выяснилось, что места очень мало, и поэтому пришлось навесным все делать. Можно включить, проверить. Подаем минус, плюс. Видим, подстроечным резистором настраиваем схему. То есть, когда закрываем фоторезистор, включается сам датчик движения. Вот, все работает отлично. Теперь это надо установить на дверь и посмотреть, что из этого получится. Для питания буду использовать 12-ти вольтовый блочок 3-х амперный с моих светодиодных часов. Вот, видимо, и светодиодные часы. Про них есть отдельный видеоролик, можно ознакомиться с ним. Брал этот блок питания с запасом, поэтому можно спокойно его использовать в качестве дежурного блока. Как видим, устанавливаем наш датчик в угол комнаты. Вывели наружу фоторезистор, так как он сбоку сам себя слепил. Питание, как я уже говорил, берем от часов. Вот, подстроечным резистором выбираем максимальную чувствительность. Также можно заметить залепленные зоны. Это зона нечувствительности датчика. Искусственная. Так как, когда лежишь на кровати ночью, двигаешься, датчик включается и начинает тебе слепить. Что не есть хорошо. Поэтому было предпринято пластилином просто залепить линзы. И таким образом сделать нечувствительную зону. Теперь посмотрим в работе. Смотрим работу. Уже настала ночь у нас, поэтому можно выключить свет и посмотреть результат. Как видим, после выключения проходит определенный промежуток времени, за который происходит разрядка конденсатора, того, который мы установили, на 50 микрофарад. Вот, и загорелся индикаторный светодиод. Теперь идет 60 секунд настройка датчика. Это после каждого включения так. И после этого включается в работу сам датчик. По истечении 60 секунд датчик откалибрировался и включил подсветку, уже корректно. Подсветка состоит из двух спараллеленных светодиодных лент, наклеенных на створки дверей. Как видим, во время движения реагирует датчик и включает подсветку. Как по мне, видно отлично. Вы же можете поставить либо такие, либо более мощные ленты, или вообще светодиоды, атоватные. Вот, а теперь сымитируем наступление утра. Датчик выключился, все в порядке. Вот такая получилась самоделка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!